Картина, которую гамильчане бачить на протягу опошника месяца. На рынках областного центра гандаль ведут только предпринимательники, которые могут працовать без сертификатов, те мают всю необходимую документацию. По этой причине шмат, которые гандлевые места не отчиняются за початку студеням, сгодно с даденными областной податковой инспекцией. Сегодня разговоры идут прикладно об 6 тысяч индивидуальных предпринимательников. Это около 20% от огольной колькости ИП, которые зарегистрированы в регионе. До речи, что отличится их укладу у областных бюджет, то и он не вельми значный. Это та категория, которая, ну скажем, пришла в новые условия. Кто-то смог перестроиться, кто-то не смог. Так вот, от этих 6 тысяч плательщиков единого налога у нас поступление по области составляет 0,8%. Нельзя сказать, что все индивидуальные предпринимательники мают на мер соправды спонять свою деятельность. Меж тем, в иннеке проверок свечить продукции, якая реализовывалась без сертификатов, часто саправды не отповедала элементарным умовам безпеки. То, что еще недавно можно было набыть на рынках, имела такую низкую якость, что не вытремливала никаких проверок. Только Гомельская областная инспекция Держстандарта в минулом году выдала больше 2 тысячи предписаний на заборону реализации импортной продукции. А прича того, 33 наимене продукции увозить в Беларусь забронили в уголе. Государственным надзором за техническими регламентами и стандартами проведено более 300 проверок, где более 75% выявлено нарушение. По результатам надзорных мероприятий выдано более 2 тысяч запретов партии на данную продукцию для ее реализации. Отменено 12 сертификатов соответствия. Меж тем, нишу, якая возникла у вынеку спонения организации не сертификованной продукции, сегодня готовые запомнить альчинные вытворцы. В оселях мрази у тем же Гомеле неких проблем с ассортиментом крамы не мают. Шмат кто заключил погоднение одразу с некалькими беларускими предприемствами. Кошт товару кажуть, махчемость саправды крыху больше, чем на рынках, а лишь и якость отповедная. Не погоджаются работники крам и со свержением об низкой якости дизайну альчинной продукции. Для некого кажуть, это махчемость саправды еще проблема, а ли божесть предприемств зарабела отповедная выводы. До речи быть только конкурентами индивидуальным предпринимателям у таких крамах не сбираются. Шмат, где готовые пропоновать свои послуги по набытии тех же вырвов легкой промысловости непосредственно заводов вытворцев по себе кошти и с отповедными сертификатами. Мы можем также представить индивидуальным предпринимателям тот же товар, который у нас существует на наших полках. Мы также работаем под заказ. Мы можем представить этот заказ в течение двух недель. Кольки предпринимателям скоростался такой махчемостью в целом по области, поколь никто не подличивал, але у крамах кажуть, что их достатково шмат. До речи, отповедно деючим законодавствам, ИП, яке они прасують на протягу года, страчивают лицензию. Кольки индивидуальных предпринимателям пожадают знову открыть свои гандлевые кропки, стане вядомо литерально на днях. До 1 лютого яны повинны были уплатить податок, яке дая право ожителять гандлевую деятельность. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, Валерий Копанько, Телерадо Компания Гомель.